Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале English Galaxy. И перед вами видео 10 мощных лайфхаков, как выучить английский язык. Действительно, об этом не говорят, не пишут часто, друзья мои. Но давайте посмотрим на этот мир немножко другими глазами. Я думаю, вы не против, поддержите лайком. Действительно, друзья мои, как выучить английский язык самостоятельно с нуля дойти до уровня Advanced? И здесь у меня 10 лайфхаков, 10 секретов, как это сделать. Итак, поехали. У меня все перед глазами, чтобы ничего не пропустить. Я все подготовил, продумал, друзья мои. Итак, смотрите, первый важнейший лайфхак. Нужно много продуманной практики. У нас с вами есть плейлист, который называется «Практическая грамматика английского языка с нуля». Также, друзья мои, вы знаете, что на нашем втором канале «Английский язык по плейлистам» мы с вами начали второй, наиважнейший плейлист «Английский язык до автоматизма. Полный курс». Я думаю, видно или нет? Видите, «Английский язык до автоматизма. Полный курс». Здесь также мы ведем уроки. Один, два, три и так далее. Вы можете посмотреть. Ссылка, соответственно, в описании и в комментариях. И почему я об этом говорю, друзья мои? Опять же, некоторые блогеры или вообще в книгах мы видим упражнения. И, естественно, я как преподаватель могу быстро оценить, насколько эффективно то или иное упражнение с моей точки зрения, друзья мои. И действительно, получается так, что многие говорят, что у нас практика, практика, практика. Но когда смотришь эту практику и думаешь, да, на самом деле, что это за практика, на самом деле. Проблема в том, что очень быстро усложняется материал. Соответственно, идет от простого к сложному. Ничего не успеваешь отработать. И получается, быстро зачаруешься, бросаешь. И на самом деле это, на мой взгляд, неэффективно. То есть, необходимо много практики. Вот на самом деле, опять же, в английском языке спрашивают. Вот мы смотрим плейлист, соответственно, с нуля до advanced. А сколько нужно уроков? Вот действительно. И многие говорят, да, давайте за 10 часов, давайте за 20, за 30 часов. Вот давайте за 5 часов, давайте за один день, за два дня. Мы выучим, соответственно, вы выучите английский язык и достигните уровня advanced. Друзья мои, можно назвать это как угодно. Вот я, опять же говорю, я могу написать, там, курс с нуля до advanced, там, за два часа, за полтора часа. Это несложно сделать. Вопрос, реально ли вы дойдете до уровня advanced самостоятельно и бесплатно. И вот если посмотреть наше приложение, как раз, которое называется 5555 English Grammar Tests. Кстати, сегодня там было обновление, и мы обновили, чтобы отслеживался прогресс. И также еще некоторые вещи улучшенные вы можете посмотреть. Там как раз 555 тем, 555 тем. И много также упражнений. Если 30 тем или 40 тем, у меня возникает вопрос. А как это 30 или 40 тем? Это слишком мало. Получается, многие вещи просто пропускаются, не важны. То есть, опять же, должна быть продуманная практика. То есть, многие опять кричат практика, практика. То же самое время, простое present simple. Там 20 предложений и все. Все. Друзья мои, там столько подводных камней, столько аспектов и по произношению, и так далее. И 20 предложений. Это никак не вместить, чтобы действительно довести это до автоматизма. Как в нашем плейлисте «Английский язык до автоматизма». Чуть позже я скажу, чем этот наш плейлист «Английский язык до автоматизма» отличается от курса про чистка грамматика с нуля. Поэтому много продуманной практики. Друзья мои, и, ну, на самом деле, виноваты не книги, виноваты не издатели. Проблема в том, что в обычной книге вмещается, ну, может, 300 страниц. И поэтому, я думаю, что типография вынуждена сжатую, краткую версию обликовать или еще что-то. Вот. На самом деле, нужно гораздо больше практики. И это не вместится в 300 страниц. Обязательно вот нужно вот эта практика, много практики. Именно, чтобы вы, как орешки, щелкали простые-простые предложения. Потом сложнее, сложнее, еще сложнее. Вот такой метод погружения шаг за шагом. Значит, первое – это продуманная практика, друзья мои. Второе – значит, очень важная, что еще очень важное. Значит, я считаю так, что очень важны также контрольные тесты. Значит, у нас есть плейлист. Вы знаете, вы можете повторить. Соответственно, наш плейлист «Практическая грамматика английского языка с нуля», который стал хитом. Я очень рад. Также у нас с вами есть английский язык до автоматизма. Это усовершенствованный плейлист. Я объясню, зачем это сделано, значит, вкратце. Итак, смотрите, значит, у нас очень много практики, но все равно вы прорабатываете там 30 уроков, 40 уроков прорабатываете и понимаете, что хотели бы еще раз повторить. И начинаете, соответственно, с первого урока, второго. Да, вам нравится, но все равно, признайтесь, немножко скучновато. Чтобы этого не было, я для вас составил новые примеры, новые фразы тоже для этого уровня, чтобы не одно и то же все время крутить. То есть, это хорошо, но пускай будет еще альтернатива, пускай будут новые фразы, пускай будут новые предложения, пускай будет еще больше практики. Поэтому в этом плейлисте вы встретите, соответственно, новые грамматические какие-то объяснения, новые фразы, новые предложения, новые также комментарии, также акцент делаем на произношении и разные другие тонкости. Это отличное дополнение. И также были некоторые маленькие недоработки, которые мы учли. В том числе, если вот у нас посмотреть на наш курс практически грамматика с нуля, то это не совсем на самом деле с нуля. Это уже идет больше для продолжающих, что быстро усложняется материал, и в упражнениях иногда встречаются новые слова, и становится достаточно быстро сложно. Наш плейлист «Английский язык до автоматизма» построен таким образом, что все, что отрабатывается, разбирается. И здесь нет такого, то есть не будет резких переходов, чтобы сложно. То есть тем они будут сложнее, но резких переходов, чтобы там кучи новых слов не было. Поэтому еще есть многие моменты, которые улучшены. Но я думаю, вы можете сами посмотреть и сравнить. Ну, как рекомендации, то и то смотреть. Вот. И, значит, про что мы говорили? Второй лайфхак. Я рекомендую вам именно тесты. Почему? Вот как раз в нашем приложении 555 English Grammar Test. Пока вот это на самом деле приложение, охватывающее всю английскую грамматику с нуля до уровня Advanced. Значит, потому что, когда вы проходите, опять же, плейлист или урок, и даже повторно, вы привыкаете к тому же порядку. У нас, друзья мои, у нас с вами именно сделано, что вы можете в тестах, там нажать кнопку restart, обновить, и совершенно в другом порядке. Очень важно переводить не в том порядке, к которому вы привыкли, а в случайном, рандомном порядке называется. Это очень важно, друзья мои. Далее. Значит, третий лайфхак, очень важный. Вот об этом вообще никто не говорит, и никто не знает. Друзья мои, но я хочу вам сказать следующее. Что происходит в действительности? Значит, когда вы решаете какие-то упражнения, когда вы решаете какие-то книги, как обычно эта книга строится? Значит, книга, значит, какие-то есть упражнения, там, допустим, или там 20 тестов вы сделали, потом открыли там в конце ответы и посмотрели. Друзья мои, я считаю, что это в корне неверно и неправильно. Поэтому еще один, третий лайфхак, друзья мои, это проверять. То, что вы перевели, там, одно предложение, нужно проверять сразу. Нужно сразу проверять. Не нужно ждать. Я считаю, это неправильно. Не нужно ждать, пока вы сделаете 20 ответов, и все забудете, потеряете концентрацию. Это не так эффективно. Нужно сразу проверять, как говорится, работать на месте. Вот как мы в реальном времени с вами делаем. Вот в чем еще преимущество? В реальном времени, вот вы слышите предложение, переводите и сразу проверяете. Это в десятки раз эффективнее, чем вы просто напишите и потом проверите. Нужно сразу, пока мозг еще сосредоточен на этом аспекте, сразу проверить. Вот почему в учебниках так делается, что в начале все упражнения, а потом ответы? Ну, потому что, может быть, неудобно, потому что вы будете сразу видеть. Но это не означает, что это правильно. И вообще, когда вы делаете упражнение, я рекомендую вам сделать упражнение и сразу проверять. Это гораздо более эффективно. Это как раз реализовано в наших видеокурсах. Значит, в плейлистах про чистка грамматика с нуля, английский язык до автоматизма. И в нашем приложении там также идет проверка сразу. То есть, опять же, тема вне 10 тестов. Вы сразу проверяете. Вы сразу проверяете и видите, правильно или неправильно. Некоторые пишут, что мы угадываем. Угадывать не нужно. Есть правила. Вот это угадывать точно не нужно. Нужно все осознанно. Нужно принимать решение, опираясь на правила. Там есть подсказка в каждом варианте. Вы можете посмотреть правила, только руководствуясь этим. А просто так это неэффективно, конечно. Далее. Значит, четвертый лайфхак. Значит, учите английские слова. Именно не просто слова, а целые фразы. О чем как раз мы с вами говорили сегодня в нашем уроке, когда у нас была проверочная работа английский язык до автоматизма, плейлист. Опять же, вот вы переводите. Я хожу на работу. Опять, я – это I, хожу – go. Если на, то это он. И, соответственно, работа, может там джоб, может work, может артикль есть, может артикль нет. А нужно знать просто фразу go to work, ходить на работу. И вы говорите I go to work, I go to work. И все. Вот эти фразы нужно запоминать. Вот это очень важно. То есть, не нужно зазубривать текст, это глупая вещь, абсолютно глупая вещь, я считаю. Но нужно знать, как строится предложение. Сейчас мы с вами поговорим об этом. И нужно знать эти фразы, чтобы ваша речь была естественной. Далее, друзья мои, пятый лайфхак. Включайте как фон. Включайте как фон наши плейлисты, уроки. И также, если уровень позволяет, соответственно, речь в оригинале. Но опять же, вчера также в комментариях писали, а какое американское радио послушать? Друзья мои, вот я не могу понять. Друзья мои, а возникает вопрос, а почему вы не можете понять? То есть, получается, вы включаете и ничего не понимаете? Ну, а смысл? А смысл тогда? Это имеет смысл, друзья мои, выслушать радио в оригинале, если у вас уровень выше среднего, upper, intermediate или advanced. Действительно, да, это очень эффективно, вы можете включать как фон, и вы кое-что, наверное, уже понимаете. Вы можете послушать одно радио, второе радио, вы можете сравнить, где вам интереснее. И вообще, конечно, нужно слушать не только там, где новости, различные диалоги идут, разговоры, documentary и так далее. То есть, опять же, означает то, что это не ваш уровень. Зачем тут это делать? Тогда надо поработать плейлисты и включать доступные диалоги, тексты, уроки по грамматике, то, что вам под силу. А потом, когда уже дойдете уровня, соответственно, upper, intermediate, включать уже более сложные вещи. Но вот как фоном нужно включать плейлисты. И желательно то, что вы уже прошли. Это будет эффективно. То есть, вы пройдете, допустим, урок прошли, отработали, и еще раз как фон включаете. Далее, шестой лайфхак, друзья мои. Очень важно, друзья мои, значит, соответственно, повторять. И повторять именно за диктором. То есть, в то, что вы слышите в уроке. Это очень важно. То есть, опять же, просили, дайте нам, пожалуйста, вот этот документ, Word, документ, и там ваши уроки. Друзья мои, я честно не понимаю, как так даже можно мыслить. Неужели это непонятно, то, что это неэффективно? Для чего все это делается? Для чего очень важно, что вы изучали вот так вот в реальном времени? Понимаете? А так вот опять гонитесь без лишних усилий гониться? Вот давайте все и то же самое. А давайте вот не будем делать, давайте ответы, давайте мы спишем и так далее. Это неправильный вообще подход. Нужно именно делать так. То есть, именно вы слышите, потом смотрите в текст, вы тренируете аудирование таким способом. Это огромный тренинг аудирования нашей плейлисты. и далее соответственно вы произносите, повторяете. Это тоже очень важно. Вы заодно и повторяете произношение и сами говорите. Разговорный тренинг. Значит, друзья мои, седьмой лайфхак. Вот некоторые считают, что нужно английским языком заниматься, соответственно, только выбрать два часа времени и заниматься, три часа. Но я так не считаю. Я могу сказать из собственного опыта, что я занимался утром и вечером и плюс иногда в течение дня. То есть, разбивайте на самом деле вот на утро, вечер, в два этапа. Не надо за раз. Это будет проще и, соответственно, лучше. То есть, разбивайте. Дальше восьмой лайфхак, друзья мои. Значит, старайтесь в течение дня думать на английском языке. Ну, вы можете вначале переводить. Вот, например, вот я выглянули в окно и смотрим, там говорим or the sun is shining, the sun is shining brightly. Там, соответственно, если вам сложно сразу на английском языке думать, можете на русском что-то подумать. И, соответственно, сказали, например, I'd like to go out. Я хотел бы выйти на улицу. I'd like to go out. The weather is fine. Погода прекрасная. The weather is fine. I'd like to go out. Или что-то такое. То есть, опять же, вы думаете. Вначале вы, ваши все мысли, то, что в течение дня вы можете переводить на английском языке. Потом вы же начнете думать на английском языке. И на нашем втором канале English Professionally у нас есть очень много разговорных курсов по как раз вот, которые стали хитами. Там уже даже есть видео, которые перевалили миллионы просмотров. Друзья мои, канал, кстати, активно растет. Действительно, там очень много советов, как учить английский язык, как заговорить. Не пленитесь, посмотрите наш второй канал English Professionally. Далее, друзья мои, девятый лайфхак. Когда вы говорите, значит, нужно говорить осмысленно. Опять же, в чем ошибка? Я поясню. Опять, учат тексты. Зачем? Зачем зубрить тексты? Я считаю, что это большая глупость. Большая глупость учить какие-то тексты. Зачем учить? Далее, то же самое. Какие-то фразы. Открыли разговорник и учат эти фразы. Там, откроют слова и учат эти слова. Это глупость, друзья мои. Ну, на мой взгляд. Что нужно? Нужно изучить базы, для начала, грамматические основы, что мы с вами делаем в наших плейлистах, базовые грамматические принципы и самому уже строить любые предложения в любой ситуации. То есть, вы должны не по-зазубренному, а чтобы вы оказались в любой ситуации. И вот у вас есть набор слов. Вы знаете, как строить? Present Simple, отрицание, когда to be, когда не to be, более сложные конструкции. У нас с вами есть плейлист по конструкциям. И вы спокойно сами строите. Вот ваша цель. Значит, не просто с зазубренными фразами, а самому как раз отработать вот эти конструкции, их использовать. Это то, что мы с вами делаем в практике в нашем плейлистах. Вот, друзья мои, и, соответственно, что еще нужно делать? И также, когда вы слушаете английскую речь, 10 лайфа, когда вы слушаете английскую речь и читаете, вы должны не просто понимать, о чем идет речь, не просто понимать, о чем идет речь, переводить. А вы должны еще при этом желательно анализировать те грамматические конструкции, те грамматические фразы, те грамматические фразы, которые вы до этого изучали, чтобы было у вас осмысленное аудирование, чтобы было осмысленное чтение, а не просто перевод. Просто перевод и ничего не означает. А вот, например, сказали какую-то фразу, например, какой-то там, не знаю, любая фраза может быть, которую вы услышите, например, там, I'm interested in it. Там кто-то сказал I'm interested in it. И вот вы можете понять там, да, понятно, я интересуюсь этим. А что значит осмысленное аудирование? Я вас призываю к осмысленному аудированию, я вас призываю, поэтому мы с вами разбираем все тонкости в наших плейлистах. Значит, вы понимаете, а почему именно так? Почему I'm interested? Ну, потому что ведь есть фраза to be interested in интересоваться чем-то и что не только у глаголов окончания иди, а есть у прилагательных, например, I'm tight, я устал, I'm interested и так далее. И когда вот вы знаете эти правила, что мы прошли и у вас начинается это осмысленное чтение, осмысленное аудирование, друзья мои, это огромный рывок вообще в понимании. Это вам поможет это говорить свободно, без ошибок. Друзья мои, вот 10 лайфхаков вкратце. Друзья мои, я очень рад, спасибо вам за внимание, подводя итоги. Итак, смотрите, друзья мои, наше приложение 5555 English Grammar Tests. Значит, улучшайте свой английский там с нуля до advanced вся грамматика. Также наши плейлисты. Значит, мы с вами не бросаем. Наши основные плейлисты это прочитывая грамматика с нуля на этом канале English Galaxy и чтение. Скоро продолжим. И на втором канале, друзья мои, английский язык по плейлистам, что показывал вначале вам скриншот. Соответственно, это английский язык до автоматизма. Бросать мы не собираемся. И английские слова на практике, друзья. Мы с вами идем уверенно и даже на нашем канале English Professionally. Друзья мои, все, что вам нужно, пишите. И действительно, чтобы мы скорее это записали и сделали. То есть, пишите. И вы сами можете оценить, сравнить плейлисты, друзья мои. Я желаю вам удачи. Я думаю, что вам это действительно пригодится. Вся эта информация, друзья мои. Спасибо огромное. Good luck.